В Минфине России сейчас в разгаре подготовка бюджета на 2020-2022 годы. Задача в первую очередь обеспечить финансирование национальных проектов, а значит и их региональных составляющих. Нюансы обсуждали сегодня в Чебоксарах на заседании постоянной рабочей группы Минфина страны по совершенствованию межбюджетных отношений. Одна из главных целей национальных проектов – повышение уровня жизни населения. Достигать этого планируется с помощью различных программ и подпрограмм. К примеру, такой вид поддержки, как социальный контракт, когда членам нуждающейся семьи помогают найти работу, создать собственное дело или выделяют средства на организацию подсобного хозяйства, теперь будут финансировать на уровне федерации. На следующий год выбрано 13 пилотных регионов. Однако нужно предусмотреть ряд нюансов, чтобы такая помощь была эффективной. И корова, которую купили для обеспечения семьи молочными продуктами, не пошла на мясо или продажу, отметила заместитель губернатора Томской области. Социальный контракт предусматривает, прежде всего, развитие производственного потенциала семейного хозяйства. То есть это не просто дали, чтобы он хлеб купил, одежду или еще что-то, а чтобы он мотоблок купил, корову купил, птиц, отремонтировал стайку. Вот этот контракт очень, на наш взгляд, эффективен. Что касается Чувашии, мы вошли в число регионов, для которых разработают индивидуальный план развития. Рассматриваются основные направления, которые помогут региону выйти на другой уровень развития, более высших. То есть будут способствовать росту заработной оплаты, созданию современных производств, новых рабочих мест и, соответственно, снижению безработицы. При этом учтут развитую аграрную специализацию и другие особенности региона. Вообще, в условиях нацпроектов специалисты Минфина страны теперь мыслят периодами не в три года, а сразу в шесть. Рассказала председателю кабинета министров Чувашии Ивану Маторину, директор департамента межбюджетных отношений Минфина России Лариса Ерошкина. Что касается сбалансированности бюджета на местах, Чувашии есть чем гордиться. Подвели итоги качества правильных финансов за прошлый год. И республика вошла просто даже представить себе эти цифры. Мы анализировали 16, 17, 18 год. У нас только восемь субъектов, которые в течение этих двух лет занимали первую степень качества правильных финансов. В том числе, мне отрадно сказать, что вы уходите в эту прекрасную группу. В заседании рабочей группы участвовали руководители финансовых служб Томской, Ростовской, Вологодской, Волгоградской областей, Ставропольского края и города Севастополя. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.